Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем канале! Недавно я выпустила ролик, где я полностью делаю декальцинации кофемашины и также ремонтирую заодно капучинатор. Это было видео для тех, кому нужна была более подробная информация. Ссылку на него вы найдете в правом верхнем углу. В этом видео я сделаю просто короткий ролик, как сделать так, когда после декальцинации у вас не работает капучинатор. Он начинает плеваться, шипеть и не подает молоко. Я знаю, что это болезнь Делонги, что у многих после декальцинации пристает работать капучинатор. Не подает молоко, начинает шипеть, плеваться, а молоко не идет. Здесь я вам покажу, как легко это лечится. Будет более короткий ролик, чем прошлое мое видео. и возможно вам это видео поможет и вы вылечите свой капучинатор так теперь когда мы сделали декальцинацию я наливаю сюда воду до отметки максимум вот и наливаем холодную и теперь буквально вот средство для посуды буквально капельку со наливаю во столько буквально каплю и надо слегка перемешать и вставляем все обратно собираем и отправляем эту машинку ставим капучинатор с каплей моющего средства на свое место и прогоняем его в режиме горячее молоко ну вот теперь машинка пишет выберите ваш напиток я выбираю я выбираю горячее молоко вот горячее молоко нажимаю ok и все и прогоняя пока не закончится вся вода в капучинаторе вода с капелькой мыльного раствора у нас и вот вода такая с пеной вся выходит посмотрите вот такая вся будет пенная вода но зато после этого лечения у вас не будет плеваться капучинатор и будет нормально работать многие люди относят машину мастерскую чтобы там это ну знаете после каждой декальцинации отвозите в мастерскую но это просто вы сами понимаете просто не захочется иметь эту машину а так если не жду когда капучинатор будет плеваться после декальцинации я сразу прогоняю его с мыльным раствором и потом два раза прогоняю с простой водой чтобы хорошенечко его ополоснуть от мыльного раствора вот машинка становилась на послушать почистила повернула в эту рукоятку но я не поворачиваю я делаю просто сбрасываю это опять выбираю горячее молоко до тех пор я буду выбирать горячее молоко показать не закончится в резервуаре вода вот машинка опять остановилась выберите ваш напиток я опять выбираю горячее молоко и так делают до конца все в капучинаторе закончилась мыльная вода все прополаскиваю и теперь два раза пропускаю с чистой водой просто я полностью забрала капучинатор промыла все трубки все промыла собрала налила чистую воду и теперь опять делать то же самое вот машинка пишет выберите ваш напиток мы выбираем опять горячее молоко и пропускаем полностью всю эту воду и так делаем два раза сейчас пропустим все и потом опять залью холодной воды но уже сам капучинатор не буду разбирать прополаскивать и сейчас он пробует воду очистить себя от этой мыльной пены которая была от мыльного раствора и будто нас все чистенько и он не будет плеваться вот так вот лечится капучинатор от плевков когда после декальцинации он выходит ну и строя не строя но этот болезнь делонги ну это не одно у меня я смотрел много обзоров это много у кого такая ситуация вот так вот это прочищаю его вот и опять включила опять повтор горячее молоко наверное можно и один раз пропуске пропустить чистой водой но автор этой заметки который писал он пропускал два раза ну как и он я тоже делаю пропускают два раза капучинатор с чистой водой на всякий случай у меня после первой декальцинации когда купила кофе-машину капучинатор перестал работать где-то на третий день теперь когда я делаю декальцинацию я не жду когда у меня перестанет работать капучинатор я сразу после декальцинации провожу эту процедуру надеюсь мои видео вам помогло и вам не придется нести вашу кофе-машину в мастерскую но если вы хотите посмотреть более подробное видео то переходите по ссылке где было указано в правом верхнем углу но я с вами прощаюсь друзья и вместе с вами как всегда в следующем выпуске всем до свидания а